Закончился чемпионат Европы по мотоболу. В этом году он проходил во французском городе на Виль-де-Пуату. Турнир был сложный и результаты его до последнего момента были непредсказуемы. Многие уже знают, медали какого достоинства привезла наша российская сборная. Но тем не менее, мы расскажем вам обо всем подробно. Внимание на экран. Июль. Мотобольное поле города Нувиль-де-Пуату. Спортсмены шести стран – Белоруссия, Литва и Франция, Германия, Нидерландов и России – приехали бороться на родину мотобола за звание чемпионов. Сборная России является фаворитом соревнований. За всю историю европейских первенств у нашей национальной команды 21 победа. У французской сборной 4 и у немцев только 2. Несчадно светит солнце на градуснике плюс 38. А календарь отборочных игр составлен так, чтобы сборной России было как можно сложнее. Видимо, к сожалению, составление календаря игр чемпионата и прерогатива организаторов. А организаторы, видимо, не настолько честны в своих намерениях, что вот делают вот так вот специально, естественно, не считают сборную России фаворитом чемпионата Европы. Поэтому делают такой календарь, чтобы нам было очень сложно играть с хозяевами. Поэтому они сделали Германию в первый день. Одна игра в 18.30 и в 20.30 с Францией. И первая игра с немецкой сборной. Она запомнилась самым неадекватным судейством – штрафные. Карточки. Вплоть до удаления вратаря из наших ворот. Нет. Такой мотобол нам не нужен. Что по первой игре могу сказать. Такого судейства я тоже давно не видел. Чтобы 20 минут играли вдвоем, втроем. 27 минут. Это очень тяжело. Поставили две пенальки подряд. Два гола с наездом. Вот. Ну, чуть-чуть не по-честному. Все делают против России. Все эти факторы повлияли на исход игры со счетом 3-4. Мы проигрываем эту битву. Но расчет французов, с которыми мы встречали сразу после этого поражения, не оправдался. И с хозяевами мы уже показали совсем другую игру. Свидетельством этого является счет 7-4. Далее идет победная серия встреч с остальными командами. Причем каждый из них заканчивается двузначным счетом. Дело в том, что после встречи между собой три основные соперника – Россия, Франция и Германия – имеют равное количество побед и поражений. И встреча в полуфинале зависит от количества забитых и пропущенных голов. И здесь наши спортсмены постарались на славу. Итак, Россия и Литва – 16-0. Россия и Голландия – 14-0. Россия и Беларусь – 16-1. Соперник для полуфинала определен. Это сборная команды Беларуси. Здесь тренерские составы обеих сборных решают сохранить силы и на поле выступают вторые составы. Итог закономерен. Россия в финале. Осталось только дождаться второго финалиста. И им становится сборная Германии. На поле все те же французские судьи, которые обеспечили команде Германии победу над российскими мотоболистами в первой игре. Все напряжены. Звучат последние наставления от тренеров. Не подъезжайте к судям, ради бога. Не трогайте, играйте. Если упал, я говорю, еще раз упал, это француз. Пускай вы виноваты. Все равно подойди, похлопай, руку ему пожми. На судью посмотрел, чуть не плачет. Поэтому не будет удаления, мы, естественно, выиграем. Поэтому, мужики, давайте. Сегодня не наша игра. Может быть, над спортсменами давлеет первоначальный проигрыш немцам. А может, все-таки судьи опять сделали свое дело. Но рисунок игры абсолютно не металлурговский. Опять удаление вратаря. Это просто рок какой-то. Но счет не открыт. 0-0. Все уже настраиваются на дополнительное время. Но вопрос победы успевает решиться в основное. На последней минуте гол в наши ворота. И победитель чемпионата Европы объявлен. Россияне в этом году получают лишь серебряные медали. Это спорт. Сегодня сильнее были снова немцы. Больше повезло им за 45 секунд. Никто не ожидал, что головой попадет прямо куда надо, в девятку. От отскока. Все ждали уже дополнительно два периода по 10 минут. Ну, им больше повезло. Проиграли, потому что, я думаю, что мы недооценили соперника. Не нащупали их слабые места. Ну, и удачи как бы не было на нашей стороне. Перевернуть страницу история 13-го года. В 14-м году будет в России. Я даже не сомневаюсь, что мы звание чемпиона Европы, тем более у себя дома в России, наверняка возвратим. Но, тем не менее, есть над чем работать. Потенциальные возможности, естественно, у нас огромные. У нас ребята молодые еще. Есть у них желание работать и есть возможность работать. Поэтому, я думаю, что в России мы это звание себе вернем. Ждем августа 2014 года. Чемпионат Европы будет проходить в городе Тихорец, Краснодарского края. И, конечно, мы тоже надеемся на реванш. Елена Бабина, Олег Федоров, Евгений Садовский. Видное ТВ.